Девушки отдыхают Здорово, мужики! О, здорово, Данюх! Ну что, к концу недели управитесь? Управимся! Что? А ты что, за Гришку собралась? А за кого ж что, за тебя, что ли? Ну хотя бы из-за меня! Тили-тили-теста! Жених и невеста! Тили-тили-теста! Жених и невеста! Здрасте! Здрасте! Привет, Танюха! Когда свадьба-то? Скоро, Игорь! Здрасте, бабка! Ой, Саштанечка, что, платье уже пошили? Да нет, этот костюм жениху! А, хорошо! О, привет, Никитичка! Привет, привет! Я в трудах! Да, в трудах! Ой, ой! Привет! Когда под венец Танюха народ заждался! Ой, да как только так сразу, Никитична! Подожди, подожди, подожди! Подожди! Самое главное, чтобы он газовал, а не тормозил! Никитична! Что? Вы лучше бы свои сериалы смотрели! О, в вашей жизни лучше любого сериала! Ну да? Ага! Слушай, Лариса-ка-то в управлении опять против отца шушукается! Надо бы держать ухо в остро! А чем они недовольны? Сами отца позвали, чтобы он их в бардак разгребал! Конечно, всем мил не будешь! О, браконьеры опять стреляют, а! Так где жиротые? Ты куда одна-то пошла, Татьяна? Здорово, ваш! Здравствуй, Татьяна Николаевна! Привет, мои хорошие! Татьяна Николаевна! 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 КОНЕЦ Эх, красивые здесь места. А летом здесь поди каково. Одно слово, Валерий Петрович, Швейцария. Кирюха, а ты сам давно в Швейцарии-то был? Только вчера. В интернете видел. Странно, что я здесь раньше никогда не был. Тут для коттеджного поселка золотое место. Золотое дно, Валерий Петрович. Колхозные ведь земли. Аборигены их зря только топчут. Организуем. Хозяйство тут бедное, бабки народу не повредят. Раньше тут... Ну, вон там. Хороший молокозавод был. А потом председатель на повышение пошел. Без него все и развалилось. Пробей вопрос. Ты, парень, шустрый. Может, что-нибудь за работы сделаем. Вы что творите-то, а? Вы чего браконьерством тут занимаетесь? Вы что, не знаете, что сейчас не сезон охоты? Во-первых, здравствуйте, прекрасная незнакомка. Будем знакомы. Заместитель председателя колхоза Петрунина. Уж не Николая или дочь? Николая Петровича. Как батюшка? Что значит как? Работает. И где теперь? Где и раньше. Председателем. Вернулся, стало быть. Вернулся. Так вы не собираетесь представиться? Малахов. Валерий Петрович. Тот самый Малахов? Скорее всего. Вы уж нас простите за самоуправство. Но мы исключительно от охотились на обед. Как видите, готовы обладать штраф. Вы знаете, у вас все так легко получается у хозяев жизни-то. К сожалению, легко получается. Только похлебка. Да. Не зря мне говорили. Что у вас для охоты здесь отменные места. Места-то замечательные. Только вы в следующий раз приезжайте, пожалуйста, во время сезона. Но в следующий раз с извинениями и цветами. Простите, а как вас зовут? Татьяна. До свидания. Умеете вы, Валерий Петрович, связи заводить? Учись. Топ-менеджер. Думаю, лучше, как с папой, вопросы решить. В общем, так, коров забивать я вам не дам. Не позволю. Будем восстанавливать молокозавод. Иначе к колхозу крышка. А на какие шиши его восстанавливать? У нас земля можно продать. Сдал Гаймеру. Ну, если к чертовой матери продадим, а с чем останемся? С кукушнымся до мышей. Рабочих мест так, раз-два, я обчелся. Чудес не бывает. Бывает, Косых. Бывает. Я вам богатейший колхоз оставил, а вы мне одно название. Красота. Интересно, чем вы здесь занимались без меня? Десять лет. Десять лет. Вернулся, как на павелище. В общем, так, если вы меня снова в председатели вытащили, так хоть палки в колеса не вставляйте. Поломайте палки. Колхозу быть! Заводу быть! Быть! Я под свое имя кредит достану. Надо будет. В Москву поеду. Свободны. О, Танька, хорошо, что ты пришла. Ну, как дела с ремонтом клуба? Да все хорошо. Пока идет все по плану. Хорошо. О, Татьяна, устал я свет разгребать. Может быть, мне одному это надо. Хотя, что жалуюсь? Не надо было оставлять такой колхоз. Вот эти вот. Пап, ты не переживай. Если что, я тебе патроны подавать буду. Хорошо. Пап, ты сегодня, пожалуйста, не задерживайся. Допоздна на работе. А что такое? Гости к нам придут. Хорошо. Пойдем. Ну, иди, иди. Ты смотри. Нигде порядка нет. Приходит, когда захочет, уходит, когда захочет. Папенькина дочка. Развели тут семейственность. Да она вообще без выходных пашет, Лариса Игнатьевна. Вы что, не знаете до ночи на работе? Да ладно. Знаем, как она работой занимается ночью. Личную жизнь она свою устраивает. Вот что. А ты мала еще. Жизни не знаешь. Помалкивай. И вообще на себя посмотри. Ну, никакой солидности на таком-то месте. Ни юбки тебе короткой. Ни блузки с вырезом. Ну, я не знаю, очки, что ли, надень. Зачем? Я ж белку в глаз бью. Для солидности. Деревня. Алло. Правление колхоза Родина. Главный бухгалтер. Здрасте. Так мы вам уже выслали договор. Что, по имейлу? Это что, электронкой, что ли? Хорошо. Для солидности. Здрасте. Здрасте. Здрасте, бабка. Гриш. Здрасте, Таня. Здрасте. А ты что здесь встал? Да у меня передний мост заклинил. Он же у тебя вчера заклинил. Вчера заклинил, сегодня чиню. Ты что там, телевизор смотришь? Где? Где-где? Под машиной. Какой телевизор? Техника дремучая. Вон, коля на 15-летнем японцы катается. Здравствуйте. И хоть бы хны им. А это что? А ты чего такой серьезный? Я когда работаю, всегда серьезный. Ты поел? Когда? Ну, я тоже не поела. На ужине наверстаем. Я тебе рубашку и брюки погладила. Переоденься. Так, руки. Ты придумал, как отцу сказать? А что думать? Мое слово кремень сказал, сделал. Слушай, может, у Бобышева галстук возьмем? У Бобышева галстук гуляшей не надо. Танька. Так, руки. Понял. Женюсь на тебе. Будешь дома сидеть. Борщи готовить. Детей кормить. Сериалы смотреть. Вообще, в город с тобой уедем. Ну, не могу я здесь. Мне скучно под этим уазиком постоянно валяться. Гриш, ну, со мной не соскучишься. Так, все. Ладно, я побежала. Не забудь переодеться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кирилл Викторович. Николай Петрович. С чем пожаловали? Я представляю агрохолдинг «Рассвет». Помощник генерального директора. Места тут у вас хорошие. Места у нас хорошие. Да, я что-то с хозяином говорил. Про ваш колхоз. Был вот, мол, цветущий колхоз. А потом председатель ушел. Все и развалилось. А вдруг слышу. Вернулся, Николай Петрович. Ну, думаю, с таким человеком грех хороший бизнес не сделать. Есть одна тема. Мы думаем, она могла бы стать взаимовыгодным, так сказать, решением наших проблем. У вас тоже проблемы. У всех проблемы. Короче, мы бы хотели прикупить вашей землице. Она у нас вся. Сельскохозяйственного назначения. Вы ее засевать собираетесь? Ну, что вы. Коттежики строить. Насчет перевода земель вы не волнуйтесь. У нас все схвачено. К чему вы думаете, что меня это интересует? А ваш интерес мы заложим в стоимость сделки. Кузькин, говоришь? Я сейчас покажу, Кузькина мать. Я сейчас покажу, Кузькина мать. Я сейчас не покажу. Салфетка. Салфетка. Какая разница? Салфетка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты чего вачка? Так это Лариска сказала для солидности. Дура. Не ты, конечно. Заходите. Ты подожди-то со своим цыпленком. Пап, ты чего не в духе? Что-то случилось? Ты урод какой-то из агрохолдинга приезжал. Пытался меня откатом соблазнить. Чтоб я ему землю продал. Ну, ты руки-то не распускал? Руки? Когда я руки распускал? Ногу распустил. Ну, где твои гости? А вы... Здравствуйте. О, здорово, когда не шутишь. Привет, Гришенька. Привет. Давай. Давай. Раздевайся. Да, ну что ж, так... Ой! Черт. Шапку, извините. Передний мост заклинил. Да ты что? Да ты что? Ну и что? Менять надо? Да? Угу. Ну и что? Ну так это... А может, тему сменим? Что мы как-то лесорубы? Сменим? Давай сменим, как скажешь. Я тут в интернете про шотландских коров читал. Порода Хайланд. Потрясающе что-то. Рога, как у буйвола. Шерсть, как у овцы. Живучие, как кошки, вообще не болеют. Телятся до 20 лет. Это не корова. Это мечта. У Бобышева собака сдохла. Да? Ну и что? Она вроде старенькая была. Старенькая была. А Болька Лилямзина на прошлом деле так покусала, что... Стань и пожениться хотим. Молодец! Я думал, уже никогда не родишь. Совет да любовь. Да. Вы рады за вас. Да. Завтра к главе района съездишь. Документы на подпись въешь. В отношении молокозавода. Угу. Лично в руки отдашь. У твоего секретарша я его знаю. Так у меня это... Передний мост. Гришаня, сядешь в автобус, с народом пообщаешься. Заодно запчасти купишь. Приятного аппетита. Спасибо. Кушай, кушай. Кушай, кушай. И ты ешь. Кушай, кушай. Кушай, 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 кушай. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что, Коль, будем нашу девку замуж выдавать? Басю не вернешь. Уж восемь лет как схоронили. Ну, а как без семьи-то? А Гриша легкий, веселый. Во-во, не мужик, а клоун. А Таньке орел нужен, а не этот суслик. Ладно, ну что ты. И так, и так уже все судачат. Что, да как, да почему? Коя не в городе живем. Ну не в городе, ну и что? Ну и что? Ну, поживут, разойдутся. Мы в свое время так не рассуждали. Поживут, разойдутся. Ну нравится он ей. Все? Ну что там? Заводите. Угу. Хой смертный. Возьмите. Ага. Вот ваш портфельчик. Спасибо. Слушайте, спасибо большое. Прямо... Дело мастера боится. Ну, дело время потехи час. Да, только месяц сейчас не до потехи. Чтобы мое дело решить, нужна целая вечность. Да? А что у вас случилось? Я сегодня целый день не могу главу района документы подписать. Лех, ровнее. Давай, 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 ровнее. Ты криво крепишь, я отсюда вижу. Ой, еда. Вот это женщина. Руку дай. Таня, а коня на ходу остановишь? Как клуб сдам, так сразу. Эх, тебе у мужика настоящего. Тебя, что ли? Ну, давай. О! Можешь, когда хочешь. Ну, как у вас дела? Я отцу позвонила. Слушайте, большое вам спасибо. Он все подписал. Что бы я без вас делал? Ну и отлично. Давайте я вас подвезу. А вам по дороге? Ну, конечно. Ну как? Ой, Таня, какая ты красивая. Ты, главное, не забудь на свадьбе-то в мою сторону букетик бросить. Займет она. Не промахнусь. Ты никак замуж собралась. Рано тебе еще. Что рано-то? Мне весна 18. Вега, что ли, в девках сидеть? Таня, платье просто загляденье. Прямо фигура у тебя замечательная. Пойду чай поставлю. Ну что, все? Хватит уже. А то меня Гришка заждался. В город ездил. Подарок мне, наверное, выбирал. Мам! Я не то хотела сказать. Дурень-то ты. Я ему говорю. Знай наш. Я человек прямой. Пацан сказал, пацан сделал. Ой, ой, Григорий. Жаль, что такие люди в селе пропадают. В городе вы далеко пошли бы. Вы так думаете? Конечно. А вы вообще у нас часто бываете? Нет, не часто. Председатель без меня, как без рук. А то у меня тут два билетика есть на завтрашний концерт. Серьезно? Да. На завтрашний концерт? Да. А мне как раз надо завтра в город за запчастями. А, ну вот и прекрасно. Совместим приятное с полезным. Договорились? Да. Отлично. Мама. Мама, а где папа? Он что, не хочет в платье посмотреть? Так он спать пошел. Почему? Так рано? Ну, ты же знаешь, что ему никогда не нравились твои женихи. А Вася ему нравился. Вася. Вася всем нравился. Ну, сколько лет-то прошло? Да в том-то и дело, что он всех меряет по Васе. А мне с мужем жить не ему. Доченька, ну что ты? Ну, не держится на него зла. Он же тебя любит, желает добра тебе. Мам, если он мне добра желает и любит меня, то не надо меня держать за несмышленную девчонку. Спасибо. Гриш! Привет. Привет. Ты чего? Ты чего испугался? Я что, страшная такая? Почему? Красавица. Ты как в город съездил? Все успел? Да. Все, все подписал. Только пришлось полдня в приемной просидеть, пока этот подлец с бумажки не подпишет. Да ты не переживай. Он просто отца не любит, а на тебя отыгрывается. Так я подошел к нему и говорю. Пока не подпишется, никуда не уеду. Так и сказал. А что, пускай знает наших. Только это, завтра опять в город надо будет идти. Запчасти не купил. Ага. А я платье сегодня примеряла. Такое красивое. Да. Мать, а правление далеко? Ты ж меня вчера на сеновал водил. А нынче матерью называешь. Да ладно тебе. Да ладно, ладно было вчера. А сегодня не узнаешь? Да. Николай Петрович. сам Малахов пожаловал. А кто это? Хозяин агрохолдинга «Рассвет». Что хочет? Ну, не докладывал. В порядке общей очереди. Чего стоишь? Иди. Валерий Петрович, а кофейку не хотите? Спасибо, не хочу. А с коньячком? Коньячок? Дырноват, по-моему. Здрасте! Здрасьте. Привет, папушка. Извините. Большой начальник? Нет, дочка. Обед принесла. Дочка. Здравствуйте. Здрасьте. Извините, не заметила. До свидания. Пока. До свидания. Следующий. Коров любите? Есть такое дело, люблю. Я тут в Шотландии был на выставке. Такие роскошные. Сами такие маленькие. Но пушистые. Я присяду? Да, пожалуйста. Спасибо. Хайло. Точно. Все-то вы знаете. Вы знаете, я просто мечтаю таких завести. Но мечты сбываются. Я на самом деле хотел извиниться за своего помощника. О, не стоит. Мы с ним поговорили по-свойски. Я когда навел справки о вас, я был просто восхищен. Вы ведь с этим колхозом сотворили что-то невероятное. А потом почему-то согласились на должность главы администрации района. Зачем? Дурак был. Извините. Думал, что я там же смогу что-нибудь такое сделать. Сделать можно только там, где хозяин. Я слышал, у вас проблемы с кормами. Завод стоит. А коров на убой выпускать не хотите. Все вы знаете. Хорошо работаете. Плохо будешь работать. Не заработаешь. Вы знаете, можно и хорошо работать, а тоже не слишком заработаешь. Но вот с этим я хотел бы вам помочь. Мы планируем у вас здесь построить новый молокозавод. А взамен? Вы эти барские усадьбы строите на нашей земле? Нет. Взамен мы у вас земли купим. Заманчивое предложение. Только вы знаете, мы хотим свой завод построить. Если честно, не хочу, чтобы мой колхоз превратился в обслуживающий персонал вашего завода. Понятно. Все мы когда-то такой выбор делали. Остаться бедными, но гордыми. Только один вариант. Интересно. А какой выбор сделали вы? Остаться гордым и разбогатеть. Это хорошо. Остаться гордым и разбогатеть. Хорошо. Вы знаете, мы народ деревянский, медлительный. Нам нужно остановиться, подумать, посоветоваться. Вы нам свое предложение пришлите, мы его рассмотрим. Через месячишко дарим ответ. Да, 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 нет. Не обессудьте. Спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Надеюсь на скорую встречу. До свидания. Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. О, здрасте, здрасте. Я слышал, вы тут клуб строите? Ага, достраиваю. Значит, у вас тут исходить некуда. Ну, тогда позвольте вас в ресторан пригласить. Интересно это у вас получается. Про клуб слыхали. А про то, что я замуж выхожу, не слышали? Слышал. Но вы же пока не вышли. Да вы не волнуйтесь, я на самом деле по делу хотел с вами поговорить. Ну, если по делу, назначайте свидание в конторе. До свидания. Григорий. Стоп. Ой. Так, ну все, идемте. Татьяна, а ты, Гриша, как любишь? Что значит, как? Ну, я вот читала, когда реально любишь, все время как будто летаешь. Ну, не знаю. Ну, либо погода у меня летная, либо возраст не тот. А я бы влюблялась только в летчиков. А где ты их видела летчиков-то? Они ж пьют, как трактористы. В кино, что ли, видела? Ну, не знаю. Вася вот не пил. А все-таки платье загляденье получилось, да? Да. Ай, жалко, что подвенечные только раз в жизни надевают. Ну, ты замуж, может, сколько хочешь? Ну, не знаю. Мне кажется, что замуж надо один раз и навсегда. Ну, не всем же так везет, как твоим родителям. Мне вот, например, не свезло. Наш папка сбежал от нас, когда Анюшке пять лет было. Сказал, освоится в городе, заберет. Ну, ничего. Мы без него с голодом не померли. Руки, ноги, чай есть. Да у вас вообще руки-то золотые. За свой выбор всегда отвечать приходится. Танюш, если б все в жизни так просто было, а один человек за двоих не ответчик. Ну, это смотря какой человек. Ну, подожди. Подожди. Да. У-у-у! 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 О! Добрый утро, дорогой! Завтрак готов, давай садись! Садись, садись! О! Доброе утро, молодые люди! Здесь, здесь, здесь! Доброе утро, папуль! Это мой, Гриша! Ну как же, можно забыть твою Гришу! Может, позавтракаешь с нами? О! На работу! Ну что? Будь здоров! Здоров! Зятёк! Ты кушай, кушай! Да! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доча, вот тебе пелелинка на белые плечи! Ой, мамочка, какая красивая! Пап, ты заходи! Да-да, открыто! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой! Пап, ну! Ой! Плохая примета... Гриш, ты чего? Что-то случилось, что ли? Это... Точно, плохая примета. Танюша... Гриш, ты ради уже! Я не нервничаю! Говори! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не получится, у нас ничего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я в город уезжаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Таня, успокойся, Тань! Ты! Ты все! Таня, послушай меня! Я здесь, Таня! Вместе, да? Взрослые люди! Таня! 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 Городом захотел, да? Да! Город! Я тебя устрою город! Таня! Проградский потянул, значит, в Ниндоградской! Важно, успокойся! Коль, пусть Таня сегодня дома побудет. Всю ночь проплакала, но нельзя в таком виде перед людьми показываться. Я же этого козла насквозь видел. Ну, я же слова поперек не скажешь. Доброе утро! Я на работу. А, Таня, позавтракаешь? Спасибо, не хочу. И в кого такая уродилась? Это наш клуб. Через несколько дней закончим. Нравится? Красотища! Я не понял, почему мой зам стены красит? Ой, привет, пап. Привет. Да потому что наших маляров только за смертью посылать. Моя дочь. Ой. Тань, познакомься. Сейчас. Джилетта Кирилловна, наша новая завклубом. Татьяна. В прошлом году Джилетта Кирилловна на конкурсе районной художественной самодеятельности заняла первое место. Правильно я говорю? О, а это Петр, наш новый водитель. Петр. Татьяна. Очень приятно. Танюш, я вот только не знаю, а где мы, Джилетта Кирилловна, посели? Так можно в гримерной. Она у нас только отстроенная, отличная. Там отдельная душевая. Хоть звезд принимай. Прекрасно. Прекрасно. Замечательно. Прекрасно. Пожалуйста, прошу вас. Михаил Петрович. Прошу вас. У меня грандиозный план. А это Муха. Привет, Муха. Ну, а меня куда поселите? Так можно же в общежитии, пока у нас там комната. Хорошо. Петр. Да? А вы не поможете вещи мне перенести? Петр, давай. Да, конечно. Дочь, пойдем. Пойдем, да. Давай. Иди потихонечку, да. Давай, давай, проходи, проходи, дочка. О, пойдем. Шири, шар. Поверь. Петр, давайте Чайковского. Танец маленьких лебедей, что ли? А вы с юмором. Чайку давайте попьем. А то с утра во рту маковой росинки не было. Да нет, спасибо. Я, наверное, пойду. Мне потому что самому еще надо разобраться. В следующий раз. Открыто. Можно? Да, конечно, проходите. Ну, я пришла, так сказать, посмотреть, как устроились. Отлично. А я вам тут кое-что принесла. Пирожочков. Мама испекла. Ну, и такое. Друшлачок в клубничку. Спасибо вам большое. Ой, а давайте отметим наш приезд. Татьяна, уговорите Петра остаться. Петр. Прошу вас остаться. Ну, если женщина просит. Мукофон! Тихо! Здорово, шофер! Здорово, коль не шутишь. А ты что, шутки не понимаешь? Нет, не понимаю. Я серьезный. Прописаться надо. На новом месте-то. А-а. Прописаться говоришь? А че ж вы мне полотенечко на пороге не постелили, а? Так гостей не встречают. Ну, так. Выпей. На работе не пью. Обижаешь. Выпей. Я говорю, не пью на работе. На счет чью. Вот так, да? А-а-а! Че, слабо, что ли? Давай! Синеботы, вставай! Ну что, братуха? Давай знакомимся, что ли? Борис. Петр Глебович. А тебя как? Извини, мужик. У меня артрит. Борю, пошли. Сильпо. Давай. Че сказать? Давай, поднимай. Наверх. Давай, 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 давай. Поднимаем, поднимаем. Еще. Так, Гришка-то женится. О, наш пострел везде поспел. Давай левее, а? Слушай, на дочке Дудзукова. О, на повышение пошел. Я тебе говорю, левее давай. Вот сволочь, а. Ой. Ну надо. А ты че пришла? Порадовать? Или думала, что я головой об стенку начну биться? Стены свежевыкрашенные. Боюсь, прическу попорчу. Так, давай левее. Танька, ты молодец. Только мужиков пугаешь. А че? А че? Страшная такая. Да кто ж тебя с таким норовом объездить-то сумеет? Ну кто-нибудь найдется. Либо конь, либо принц. Слушай, а может правее, а? А давай правее, да? А четвертую балалайку, а четвертую балалайку, тлю-ли-лю-ли балалайку. Алло, правление колхоза Родина слушает. Да, я Лариса Игнатьевна. Поняла. Хорошо. Здравствуй, Танюш. Здрасте. Татьяна Николаевна, садитесь, подвезу. Да нет, спасибо. Мне тут недалеко. Ну, может быть, тогда лучше на ужин приглашу, а? Ой, а как насчет корову подоить? Я? Да. Да легко. Ну что же, вы такой нарядный, вам в ресторан надо и приглядеть там себя кого-нибудь. Ужнать нужно, Татьяна, с человеком, который нравится. А иначе будут проблемы с пищеварением. Но вы не выглядите как человеку, у которого проблемы с пищеварением. Вот с кем вы обычно ужинаете? С самим собой. Ну вот. Сам себе никогда не испортишь пищеварение. Ошибаетесь. Не так. Был у меня один приятель, поедом себя ел. Так теперь на докторов работает. Ну, значит, там совесть была нечиста. Возможно. А у человека всегда есть выбор. Либо совесть чистая, либо память короткая. Таня, вот вы такой интересный человек. Вот что вы делаете среди коров? Интересные девушки всегда должны ходить со страшненькими подружками. Не слыхали? Да когда я могу вас пригласить поужинать? Я на ужин еще не заработала. Да я угощаю. Это опасно. У меня очень хороший аппетит. Хотите, я для вас барашек зарежу? Тань, ну когда можем вас пригласить поужиной? Слушайте, давайте сделаем так. Как клуб сдам, вот тогда и пригласите. Договорились? Договорились. Спокойной ночи. В жизни так редко приходится встречаться с красивыми женщинами. Присаживайте. Да ладно. Не в жизнь не поверю. Шампанское? Розовое любите? Сладенькое обожаю. Бабах? Хорошо. Завстречу. Завстречу. Иди сюда. Давай-давай-давай. Лариска, ну что вы тут как партизаны? Дело есть. Ждать не будет. Ну что, мои дорогие, думали всю жизнь будем в заложниках у Петрунина? Без него не управимся? А я вот все, больше не могу. Он ведь совсем с ума сошел. Малахов предложил ему здесь, у нас, построить молокозавод на свои деньги. А он что? Что, что? А то ты не знаешь, что. Он же у нас самый умный. Он решил все равно найти кредит и на эти деньги завод поднять. Он, видите ли, не хочет землю под коттеджи продавать. И Малахов здесь ему не указ. Наш же Петрунин все свои проблемы решает самостоятельно. Так нам тогда к Малахову ход нужен. Вот. Вот здесь уже все схвачено. Короче, мои дорогие, нам осталось договориться между собой. О, как! Посмотри, как это галстук. Ничего под этот рубашек? Ну, то вполне. Вот я тебе пиджачок от нагладила. Подожди, подожди, подожди. Слушай, хочу с тобой посоветоваться. Вот как скажешь, так и будет. Скажи, Малахов, можно с ним дело иметь или нет? Ну, а ты-то ему доверяешь? Доверять никому нельзя. Но он мне нравится. Пап, мам! Я готова. Ну, как? Хороша девка. Ну что, бабы, по пятьдесят и в клуб. Я чайку поставлю. Сейчас, пока я вспомню, как это завязывается. Ну, давай, давай, вспоминай. Дорогие друзья, сегодня, в день открытия нового клуба, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто имел непосредственное отношение к этому знаменательному событию. И прежде всего, прекрасную семью Петруни. И в честь этого наш хор исполнит русскую народную песню «Вополе береза стояла». «Вополе береза стояла», «Вополе кудрявая стояла», «Люли-люли стояла», «Люли-люли стояла». «Люли-люли три кудочка», «А четвертую балалайку», «А четвертую балалайку», «Люли-люли балалайку», «Люли-люли балалайку», «Стану я балалайку играть», «Стану балалайку играть», «Люли-люли играть», «Люли-люли играть». А теперь танцы. А теперь танцы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы всегда так легко хозяинам жизни дорогу переходите? Не боитесь? Вы о чем? Ну, о том, как вы танцевать меня прямо из-под носа у Малахова-то увели. Ага. Ну, кто не успеет, он опоздал. Я в том своей жизни хозяин. А сначала таким робким казались. Да я и есть робкий, и пугливый. Да? Я просто как Малахова увидел, подумал, но сейчас увидет девушку. Испугался в усмерть. Пришлось поспешить. А что же вы такой лихой в нашей глуши-то забыли? Ну, иногда стоит свою жизнь менять. А откуда вы? С Урала. С Урала? Как же вас сюда занесло? Меня жена бросила. А я поехал к другу развеяться. Тут работа подвернулась. Ну, на попилище-то чего возвращаться, правда? Сочувствую. Эх, нормально. А мне вот отсюда никогда уезжать не хотелось. Прикипела. А я дедоновский. Меня по стране помотало. Так что это моя большая родина. А собака откуда? Я не знаю, она в городе ко мне прицепилась. Я подумал, ну, хотя бы одной живой душе, но помогу. Что-то мы с вами о грустном заговорили, да? Да жизнь, она же вообще не веселая штука-то. Так как посмотреть? А как же на нее посмотреть, чтобы она веселее стала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, что значит не можете? Вы договор подписали? Подписали. Нет, а ку... Триста литров в день! А куда вы мне прикажете одевать столько молока? Знаете что? Мы на вас в суд подадим. Да. До свидания. Что? Тань, правление-то опять против отца шушукается? На этот раз Лариска стерва воду мутит. Никитична, мне сейчас не до сплетен. Ой, ну, гляди, тебе жить, девка. Все, у меня обед. Ой, здрасте, дед Монкифер. Здравствуй, Танюша. Куда это ты собралась-то? Обед. Привет. Привет. Заждался? Ну, тебя можно ждать и всю жизнь. Ну, может, как-нибудь иначе время проведем. Давай. Так, ну, чего, куда пойдем? Что у вас тут есть? Казино, рестораны, театры? Ну, казино на обед закрыто. Ага. Ну, зато есть круглосуточный коровник. Коровник. Ну, пойдем погуляем. У нас очень красивые места есть. Пойдем. Семен и взгляд. КОНЕЦ ПЕРЕСТРЕЛЬ КОНЕЦ Ой, я говорить хочу. О чем? О любви. О любви? Ага. Ну, ты знаешь, я любви как-то не умею и не знаю. Я тоже. Да? Тогда про работу расскажи. Кем ты работал раньше? Ну, а сколько я себя помню, я всю жизнь крутил баранку. Почему с семьей не сложилось? Прости, не хочешь говорить, не говори. Да ничего тут нет секретного. Она изменила мне. А ты не простил. А ты смогла бы простить? А? Не знаю. Нет, наверное. Это вранье и предательство все. Ну, скажи мне. Вот разве можно изменить и при этом не врать? А? Ну, да. Ну, например. Дорогая, я тебе тут разок изменил. Шутка. Я не представляю, как тебе можно изменить. Не обманешь? Никогда. Так, наступаем. Ты что, пытаешься встать? Я хотел на тебя напасть. В следующий раз нападешь. Ой. Хотя. Готовься. Здравствуй. А, Петр, здравствуйте. А вы не мне цветочки несете? Ну, что вы. С вами бы я начал с бриллиантового колье. А где вы такой букет достали? Тут умер 10 вокруг. Ничего подобного днем согреться. Связи, Джульетта, связи. Вот вы, значит, какой. Пап, а я вот хотела тебя спросить. Ты что про Петра думаешь? Про какого Петра? Ну, водитель наш новый. Хороший водитель. Специалист классный. Быстро машину починю. Жаль только, что живет, как перекати поле без своего угла. Жена бросила, квартиру ей оставил, а сам на заработки подался. А жена-то чего бросила? Откуда же я знаю? Я же к нему с ножом в горло не приставала. Наверное, кого побогаче нашла. Я вижу вас переблизко познакомиться. Иногда нужно несколько лет, чтобы узнать человека. А иногда он сразу как на ладони. Я открою. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Входите для дома? Да, что-то случилось? Да нет, ничего. Проходи. Здравствуйте. Здравствуй. Мам, познакомься. Это Петр, это Наталья Федоровна. Здравствуйте. Проходите, раздевайтесь. Да нет, я... Николай Петрович Наталья Федоровна. Я хочу сделать предложение. Таня. Ты выйдешь за меня? Да. Нет. Почему? Ты поступай как хочешь. Я ответил за себя. Извините. Спасибо, пап. Петь! Петя! Петь, ну подожди ты! Петь! Петь, ну... Прости, я папу. Просто все так неожиданно получилось. Тогда почему ты сказала да? А? Потому что в эту минуту мне показалось, что я могу тебя потерять. Я тебе никому не отдам. Никогда. Слышишь? Ну, с твоими родителями нам житья не будет. Ну, зачем же ты так? У них своя жизнь, у меня своя. У нас теперь... С... Своя. Просто из-за меня ты можешь поссориться с отцом. Не вижу причин для ссоры. Да? Это моя жизнь. И отцу придется смириться с ней. Петь, ну... Ну, правда... Вот увидишь, все наладится. Отец пыльчивый, но он очень отходчивый. Прямо как ты, да? Ладно, пойду я. Где отец? К себе пошел. Мама, а что с ним происходит? Я все же сверила ему, как к самой себе. Я думала, что он меня поддержит, поможет. Я не понимаю, он что, ко мне относится, как к маленькой? Для родителей-то все дети маленькие. Он всех моих женихов распугать решил, да? Только я сама буду решать, за кого мне замуж выходить. Куда же я знаю, что он там себе думает? Я, честно говоря, иногда я сама его не понимаю. Он все в себе держит. Мужики эти, инопланетяне. Мы сердцем думаем, а не головой. Пойди разбери, что у них там в голове. Значит так. Пора мне жить отдельно. Доча. Я от вас съезжаю. Доча, да ты что такое удумала-то? Тебе что с нами плохо? Да подожди, ну денек-другой. Ну и остынет отец. Ну что, в первый раз, что ли? Мама, во второй. Во второй раз. Да ты пойми его, пойми. Ну родимую кровиночку замуж отдать. Да за незнакомого человека. С Гришкой-то он прав оказался? Он что мне? Теперь всю жизнь с Гришей попрекать будет? Нет, доча. Все, мама. Передай отцу, что я все равно замуж за Петра пойду. Здрасте, Татьяна Николаевна. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, Таня. Здравствуйте. Здрасте. 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 О, Валерий Петрович День добрый Здравствуйте, Валерий Петрович Здравствуйте Тань, у меня к вам предложение Какое? Деловое Вам, наверное, отец уже рассказывал, что я собираюсь молочный завод здесь построить Рассказывал Бригадиром пойдете на стройку? Говорят, кроме вас, мужика никто в узде не удержит Ну, не знаю, но... Может быть, после свадьбы? Если муж-то отпустит После свадьбы? А когда свадьба? Скоро Ну что ж, совет да любовь Спасибо Поехали До свидания Ну что, пойдешь? Ну, я же сказала Если муж отпустит Хотя... У нас с работой не густо Да и за работниками нашими нужен глаз да глаз Ага Ну да Пойдем? Пойдем Николай Петрович, тут члены правления Что я? Они внеочередное собрание провести требуют Запускай Что-то случилось? Николай Петрович Правление приняло решение провести Внеочереднее очередное собрание Что? Видите, Николай Петрович У нас сложилось мнение, что работаете вы по старинке Не оправдали, так сказать, ожидания народа Ванюл... Валюн Тарицкий работаете, понимаете? Проблем колхоза не решаете Не делегируете свои полномочия ценным кадром Это кто здесь? Ценный кадр? Ты что ли? Грубите коллегам Нетрезво оценивайте перспективы развития села И потом Уровень ваших экономических познаний, Николай Петрович Находится на уровне прошлого века И коллективизацию здесь у нас Ты что лепишь? Лепила? Так не знаешь, что такое коллективизация Так в школе-то училась А вы, Николай Петрович, больше голос не повышайте Какие будут мнения? Переизбрать председателя Переизбрать? Сукины вы дети Вы что, охренели? Я на вас всех вырастил! Кто за? Вы что, себя возомнили? Вы хоть что-нибудь Для герухоза сделали? Единогласно А вы, Николай Петрович Топеречи, не шумите Все Вы теперь здесь не председатель Правление расторгает с вами контракт Не справились вы, Николай Петрович Со своими обязанностями Да, и Будьте добры, до завтра Освободите, пожалуйста, кабинет Мне теперь можно? Я сейчас узнаю Николай Петрович Николай Петрович, вам плохо? Николай Петрович Уволили меня, Нюшка Лариска, теперь у вас председатель Ой, кроволольчик он Николай Петрович Сейчас Сейчас Катали сивку, крутые горки Петрович, не для себя зубы Все для народа Ой, да Типункин язык Он же не умер Ой, теперь Лариска Змея довела Теперь кровопрючный хочет быть Что случилось? Папе, плохо Беги к маме, я в больницу поехала Не ржись, Петрович Я твое Не ржись Не ржись Беги к маме, я в больницу Ну что, как там папа? Острая брадикардия Это не инфаркт? Нет, это не инфаркт Это нарушение ритма В общем, пульс очень редкий Это серьезно? Ну, есть у груза остановки сердца А вы Скажите Что же делать? Это лечится? В принципе, да Вшивается кардиостимулятор А вы это сможете сделать? Ну, вы слишком хорошо думаете о нашей больнице Это в Москву? Ну, как уж туда попасть Мы готовы делать все возможное Это очень сложно Честно говоря, у меня нет покодильного совета Ну, а что делать? Ну, пока он должен находиться здесь Мы его пронаблюдаем Снимем приступ Подлечим Ему сейчас необходим постельный режим А к нему сейчас можно? Давайте чуть позже Сейчас закончится процедура И тогда Хорошо? Спасибо Здравствуйте 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 Добрый день Здравствуйте 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 Ну, чего стоишь? Чаю, что ли, приготовь? А Татьяну тоже уволите? Ну, зачем Татьяну увольнять? Татьяна со своими обязанностями справляется. Трактор же за нее работать не будет. Лариса Игнатьевна, поздравляю! Здрасьте! 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 Привет, Светунь! А, здравствуй, Тань! Я тебе тут к чаю принесла. Ой, спасибо, Танюш, ты нас совсем уже задарила. Ой, да ладно! Как там папа? Так он же на операции. На какой операции? Да нормально все, Тань, ты что, не знала? Чего? Так этот друг ваш приехал из Москвы, профессора привез с кардиостимулятором. Какой друг? Ой, мне же велели молчать. Танюш, я тебе ничего не говорила. Операции у отца опасны? Не о чем беспокоиться. Выпишут его через два-три дня, а через две недели пойдет дрова колоть. Ой, слушайте, сколько денег-то, а? А как же отдавать? Ларочка, банк-то наш, а мы же свои люди. Ну, не знаю, как-то боязно, знаете. Ларочка, без молокозавода колхоз долго не протянет, а голыми руками его не построишь. А ручки-то у нас, а какие красивые. Ну, что вы, что вы, я, барышня, деловая. Так, смотри, молокозавод, строительство, оборудование, плюс сельхоз, техника, плюс ремонт молочной фермы. Ужас. А это? Твои личные перспективы за ремонт. Слушайте, да я на пальцах одной руки это не пересчитаю. Хорошо. О, привет! Николай Петрович, здравствуйте! Здрасте. С поздравлением вас. Спасибо. Здрасте. Позвольте вас до дома подвезти? А ты? Я с Петром поеду. Ну, давайте. Ну, что ж. Прошу. Спасибо. Дома увидимся. Вот на этом поле 30 лет назад я практику проходил. Молодым агрономом. А почему вы директором стать решили? А я не решал. Народ выбрал. Старый директор помер. Выбирать не из кого было. Ну, а я к тому времени урожайность в два раза поднял. Ну, а вы как начинали? Да я работать люблю. Да и видеть результаты своей работы. Странный вы человек. Одной рукой меня из председателя выкинули. Другой рукой из могилы вытащили. Да я вас и не выкидывал. Это все люди, с которыми вы работаете. Ну, ничего страшного. Мы с ними еще поработаем. Главное завод построить. Я вас прошу. Не дайте колхозу загнуться. Я понимаю, что сам виноват, но... Да никто не виноват. Просто жизнь такая. Полосатая. То полоса черная, то белая. Да и... Люди тоже. Выйду, выйду в рожь. Высокую там до ночи погашу. Как увижу черта окуй. Все товары размашу. На сегодня достаточно. Ты молодец. Беги домой. Маме привет. Спасибо, Джулия Кирилловна. До свидания. Ой, здравствуйте, Лариса Игнатьевна. Сидите. Сидите. Ну, здравствуй. Пора нам познакомиться поближе. Хотела вот понять, какие у нас планы по клубной деятельности. Все. Теперь у нас режим строгой экономии. Молокозавод планируем строить. Каждая копеечка на счету. Николай Петрович говорил, что художественная самодеятельность это залог здоровых отношений в коллективе. А как же. То, что Николай Петрович говорил, уже никого не колышет. А вот пользу свою надо еще доказать. Я тут подумала, может быть, конкурс частушек провести. Ты, говорят, с Татьяной дружишь. Да не так, чтобы очень. А ты дружи. Дружи. И слушай ее хорошенько. Джульетта. У председателя такая ответственная работа. А опираться-то хочется на проверенных людей. Посидим с тобой потом как-нибудь. Чайку попьем, покалякаем о делах наших. Что мужики думают, о чем бабы судачат. Ага. Ага. Ну вот, славненько. Да, а насчет частушек, хорошая идея. А что, будем сплачивать коллектив? Будем. Ну ладно. Работайте. Осторожно, 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 Андрюш. И ровнее вот там их ставьте, ребят. Давай, постороничь. Вот, пожалуйста, вопрос с горючим решила. Осторожно, Миша. Бориска, а ты чего же вы на конюшню-то сгружаешь, а не на склад? Нехай здесь стоит, чтоб народ видел. Ну, со складу быстрее сопрут. А здесь вот на глазах у всех не сопрут. Так и не дай бог вспыхнет, конюшня. Ой, слушай, не коверкай, иди вот своим делом занимайся. Че она на сегу-то вспыхнет? Осторожно, Миша. Тань. Его там что? Когда замуж-то. Что? За кого, Тань? Что значит за кого? Ну как, вокруг тебя мужиков-то как грязи. Кто на хромой кобыле, а кто на белом коне? Любопытным варварам на базаре на це оторвали. А вот ту последнюю. Слышь, Миша, ту последнюю. Купим боссов всем колхозом, бригадир будет доить. Председатель заболеет, молоко будем колыть. Забивай, моя подруга, мне не забивается, но вернулась я с платформы, рот не раздевается. Подружка моя, что же ты наделала? Я любила, ты отбила, я бы так не сделала. А давай, подружка, спляшем, а давай-ка пропоем. К черту старых кавалеров, мы себе новых заведем. Эх, дед, ты мой дед, обереги морковку. Как приедем на луну, проведем стыков. Мне не пуд гороха надо, а одну горошину. Мне не сорок девок надо, а одну хорошую. Огород, огород, в огороде белый тмин. У меня их было десять, каждый думал, что один. Милка бросила гулять, на примете еще пять. Неужели из пяти мне получили найти? Завлекаший данный наш, завлекаший не для нас. А вот наши завлекаши далеко живут оттуда. Топну ногой, притопну другой. Если час подтопчу, все проблемы разрежу. Голос, я же утром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Девушки отдыхают И мы наконец узнаем, кому будет принадлежать главный приз На сцену приглашаем нашего председателя жюри И, конечно же, колхоза Ларису Игнатьевну Просим! Спасибо, Джульет Кирилловна, за вечер с огоньком А главный приз нашего конкурса Единогласно присуждается Малахову Валерию Петровичу Примите наш приз! Спасибо вам, родные мои Принимаю это как аванс Малахову Валерию Петровичу Мать! Пожар! Ой-ой-ой-ой! Что стоите? Что гназеете? Там же горючее! Куда? Куда? Рвануть может! Лошадей спасать надо! Пойди отсюда! Уткрашу! Нужно, да! Что делать? Посторонись! Пустите, быстро! Отойди! Что? Ветер! Там. Где там? Каюшки. Хабина! Коля! Ты куда? Вдите мы! Коля! Да куда ты? Да куда ты? Вдите вы меня! Да сюда! Коля! 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 Коля, Петрович! Ветер! Папа! Папа! Ты живой, Лёня? Ну, пусти ты! Папа! Валя! Лёня! Папа! Николай Петрович! Валя! Валя! Олечка! Папа! Папа! Сиди же! Поля! Коля! Коля! Поля! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 В смысле? Что с Урала. Ну да. Шиферил всю жизнь. Да. Досрочно освободили-то. Петь, между нами все кончено. Тань, подожди. Ну подожди ты. Я просто не могу вот так вот. Мне многое нужно тебе объяснить, понимаешь? Я просто знал, что ты не захочешь встречаться с бывшим зэком. Ну я ведь хотел начать новую жизнь. Я же ни в чем не виноват. Петя, ты так ничего и не понял? Я не прокурор и дело твое разбирать не собираюсь. Если б тебя посадили, я бы пошла за тобой, не бросила. Я о людях сужу. Не по бумажкам, а по поступкам. Только ты же мне сказал, что всю жизнь шиферил, а сам несколько лет просидел в тюрьме. Зачем? Соврал в малом, соврешь в большом. А быть человеком, который начал наши отношения со лжи, я не хочу и не могу. Отойди. Таня, это… Все. Что ж такое? Таня, Таня, а вы ведь обещали со мной поужинать? Здрасте, Валерий Петрович. Когда? Когда кому посадите? А давайте поужинаем. А то с утра прям еще маковой росинки во рту не было. Вот и правильно. Спасибо. Смотристальям. Ля, ты да, я тоже. К fehlt тебе, маковой росинь. А ты всегда. Таня, никого. Смотристальям. Иди, ты смотришь. На живой уху не за сотни метров. Уживи. Уживи. И я спрятить. Уживи. 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 Никогда не думали в город переехать? Нет. Не мое это. Люди бегают, суетятся. Пытаются что-то выгадать. Ну люди просто жить хотят лучше. А что, если город переехал, то сразу лучше стал? Вот что для вас самое главное в жизни? Любовь. Любовь? Сегодня она есть, завтра ее нет. Танюша, а для вас что главное? Земле. Мне отец всегда говорил, если будешь падать, держись за землю. Вот я и держусь. Ну еще работа. Потому что ее результат всегда видел. Отец всю жизнь работал, он не для себя старался. Я тоже работу люблю. И для людей работаю. У меня 10 тысяч человек зарплату получают и социальное страхование. Я без работы не могу. Только для меня работа не цель, а средство. Средство для чего? Средство защитить себя и близких. От сплетен все равно не защитишься. А чем больше денег, тем больше проблем. Разве не так? Так. Ну и возможности больше. А почему вас так сплетни волнуют? Да потому что ты должен жить так же, как все. И живешь, как будто бы всем чем-то обязан. У тебя должно быть все так же, как у других. А разве нет? А что у других? Обман? Только делают вид, что все в порядке. Врут, изменяют, завидуют, воруют. Зато на фасаде все цветочками украшено и бантиками. Здравствуйте, Анатолия Федоровна. Здравствуй. Я поговорить с вами хотел? Ты почему Таня сразу все не сказал? Понимаете, когда тебе всю жизнь одним махом сломали, хочется начать другую, новую. От прошлого все равно не уйдешь. Ну, раз ты его преступника поймали, тебя реабилитировать должны? Только у нас в стране никто ничего никому не должен. Ну да, да. Мне-то это объяснить можешь. А девушке, которую замуж звал, нет. Да я вообще никому это не хотел говорить, кроме Николая Петровича. О Стане, но боялся поссориться. Ума-то у тебя еще меньше, чем совести. Ну, не понимаю я, что вы держитесь за этот колхоз? Человек с образованием, с организаторскими способностями. Ну, не место красит человека, а человек-место. Ну да. Да я вообще, если честно, об этом не думаю. Как-то я не научилась еще головой пока жить. Главное, что головой получается работать. Я чувствую, что это мое. Это мой дом. Мне там хорошо, даже когда плохо. И люди. Нет, ну, я злюсь, конечно, на них иногда, но... Ну, я зато понимаю, чем они живут, о чем мечтают. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Ну, неужели у вас нет такого места на земле? Меня так по стране помотало, что теперь вся Россия для меня своя. Я когда на родину приезжаю, в деревню к себе, сразу детство вспоминаю. Трава у дома, ну и все такое. Но оставаться там не хочу, нет. Мне нужно двигаться вперед постоянно. Ну, вы же мужчина. У вас другой масштаб. Наверное, так и должно быть. У меня у отца тоже был масштаб. Его недаром в область позвали. Хотя он туда и не вписался. Там специальный характер нужен. А я видела, как отец по деревне тоскует. Да и сама в городе не прижилась. А каково было понять, когда вы приехали, что все разрушено, руки не опускались? Ну, если руки опустить, от этого легче не будет. Хотя, иногда бывают такие проблемы, что кажется, что не решишь. Ну, а если там шашкой махнуть? Шашкой? Ну? Ну, я пока решила отложить в сторону шашку. Для жизни нужен более тонкий инструмент. Ну, тогда берите вилку и нож. Бояре, а мы к вам пришли. Кирюш. Я свои договоренности выполнила. Бумаги подписаны. Ларчик. За нами не заживет. Это только вас. Остальное, когда бабки упадут на счет. Спасибо. Ну, в общем, не сошлись характерами. Сын со мной остался. А как же на его... Ну, пришлось увеличить содержание. Сразу все проблемы снились. Нет, спасибо. Ладно. Дальше. А что дальше? Ну, вы же меня соблазнять сюда привезли. Не, ну, в общем, конечно, соблазнять. Но под делу. Тань, мне нужен человек, который бы возглавил строительство молокозавода. И решал бы все проблемы на месте. Ну, не чужак, одним словом. А то, что я о вас узнал, говорит о том, что вы мне подходите. В любом деле хозяин нужен. У вас же уже есть хозяйка. Лариска. Да не смешите меня. Из этой Лариски хозяйка, как из овса пуля. Ну, зачем же вы ее тогда председателем поставили? Я ее председателем не ставил. Это ваше правление переворот устроило. А Кузькин мне все рассказал. Мне Николай Петрович, царство ему небесное, нравился. Но бизнес есть бизнес. Ну, а если власть шатается, то это для дела плохо. Строительством я готова заняться. Но? Но предать мечту отца не могу. И смотреть на то, как разрушают его дело, тоже. Сразу видно. Папина дочка. Ой, Петь, ты мастер на все руки. И на ноги тоже? Юморист. Да не грусти ты. У Таней характер сложный, но отходчивый. Думаешь, отойдет? Да, конечно. Такого мужика, как ты, поискать надо. Подуется и отойдет. Сама прибежит. Вот увидишь. Готово. Готово. Всем здрасте. Здрасте. О, на угол села. Семь лет замуж не выйдешь. Товарищи, хочу отчитаться за отчетный период. Ну что, у нас много хороших новостей. Благодаря сотрудничеству с агрохолдингом «Рассвет» нам открыта кредитная линия, благодаря которой мы закупили творожную и молочные линии для нашего завода. Подождите, а не рановато ли оборудование закупать, когда мы еще цеха не восстановили? Ну, оборудование для того и закупается, чтобы не в последний момент его закупать. А где мы хранить его будем? В снегу? Разберемся. Нет, подождите минуточку. Я не совсем понимаю, зачем мы влезли в какие-то кредиты, если завод строит малахов? Потому что мы совместное предприятие. И мы хотим быть в доле. В какой доле? Рисковать наравне с миллионером? Интересно, чем это? Последние штаны с себя сняют? Татьяна, ты себя правлению не противопоставляй. Ты сама этот завод строишь, ты в интересе должна быть. В каком таком интересе? Если ты нас в долговую кабалу загнала? Вы почему вообще решение без меня приняли? Потому что по уставу кворум составляет простое большинство. Ты была занята на стройке. А сейчас зачем позвали? Успехами похвастаться? Нет, ну вот с мужиками разобраться не может. У нас здесь крайних нашла. Как собака на сене. Гришку упустила, теперь к малахову клини подбивает. Ну а Петька ей видно кошельком не вышла. А вот что она мне простить не может? Здорово, Никитична! Привет! Коль не шутишь. Ну, как дела? Да ничего, а как у тебя-то? Хорошего сплетни вся собрала. Ну ты что, какие сплетни-то? Ты о чем? Сплетни. Да? Да. Ну ладно, Никитична, увидимся еще. А что говорят-то-то? Ой, не знаю. У деятельность развернута ки паучье. Оборудование ждем, все силы брошены на завод, дома своим начнем строить. Ты мне лучше про себя расскажи. Ты же артистка, да? Ведь из сцены вся твоя жизнь. Ну не вся. Есть, конечно, вещи и поважнее. Открыто. Дядя Петя пришла. Эй, привет, привет, привет. Это тебе? Ты балуешь. Девочек баловать надо. Заяц, покажи куклам, что у тебя есть. Беги скорее. Давай, Петя, раздевайся и к столу. Умалился, наверное, на работе, да? Руки мой. Давай, давай, без разговоров. Картошечку тебе погрело. Кацетку будешь? Ага. Все горяченькое, садись. Так. Здравствуй. Привет. Ну что, бери вилку. Бери, бери, ну что ты? Все, хватит куда? Еще немножко. А тебе чай сейчас налить? Или попозже? Потом. А, ну, я, пожалуй, пойду. Ой, не буду вам мешать. Ну что же. Да, меня там и мама ждет, заказ просила забрать. Ну, как знаю. Танюш, а? Я к тебе как раз собиралась. Ой, Нюшка. Ой, да подожди ты. Что случилось? Ой, это, да не. А, как дела-то? С обеда ничего не изменилось. Тай, не боишься, что Петра уведут? А мне-то что? А что, есть кому увезти? Есть. Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою устаю чечело. Я поцелуями покрою устаю чечело. не уходи, не уходи, не уходи. Побудь со мною, я так давно тебя люблю. Таня? Здрасте. А мы как раз ужинаем. Ну, так и ужинайте. Присаживайся. Я Нюшку просто искала. приятного вам вечера. Таня, ты? Да, мамуль. ужинать будешь? Нет, спасибо, не хочу. Я открою. Ой, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, но это не надо было. А это не вам, это Наталья Федоровна, вам. Пожалуйста. А с вами бы я хотел уточнить некоторые цифры. Хорошо, проходите, сейчас ужинать будем. Спасибо. Опа, поможете? Вот так. Ну, давайте. Вот так. Спасибо. Таня, дверь закрой, пожалуйста. А что за историю с кредитами вы устроили? Каким кредитами? Ну как, вы говорили, что завод ваш. Ну, наш. А сейчас выясняется, что Лариска набрала у вас непонятные какие кредиты на молочно-творожные линии и еще непонятно на что. Ну, вообще-то этим делами Кузькин занимается. Я за мелочами не слежу. Интересно. Может, это, конечно, для вас и мелочи, но для колхоза это долговая кабала. Обычно такими схемами привязывают к себе руководство на местах. Ну, чтобы местные не воровали. Так что, скорее всего, ваш колхоз в доле. Угу. По-видимому, вот в такой доле. Тань, но я же вам рассказывал, что Ларисе вашей мы доверять не можем. Нет, почему же вы тогда с ней работаете? Ну, она делает то, что скажут. Такие люди нужны на начальном этапе. Ну, а дальше нужны руководители. Ну, все готово. Давайте тарелки. Спасибо. Симпатичный мужчина. И хозяин настоящий. Мам, ты уже определись, кто тебе больше нравится. Ой, да мне-то что? Мое дело сторона. Ну, хороший выбор, лучше, чем дефицит. больше всего мне сейчас не хватает отца. М-м-м. Хорошо, молодец, только смелее, громче, для последнего ряда. Продолжаем. Здравствуйте. Ребята, без меня. Еще раз. Здравствуйте, Лариса и Владимир. Чайку? Нет, спасибо. Скоро, скоро мы тебя в нормальный дом переселим. Дела у нас идут. Заживем, как в старые добрые времена. Спасибо. Ну, и спасибо, дом не построишь. Ну, чего у нас на трудовом, на личном фронте, чего новенького? Чем народ дышит, о чем печалится? Ларисочка Игнатьевна, по этому вопросу как раз хотела с вами посоветоваться. Да. Со второй цифры сразу на коду. Ну, Таня, вы же лучше меня знаете ее. Ну, чего она как собака на сене, ни себе, ни людям. С Петром порвала, а тут лежала, она вокруг него вьется хвостом. А мы, может быть, друг к другу обоюдные чувства начинаем испытывать. Миленькая моя, за чувства свои бороться надо. Концовка мне не нравится, она должна быть залихватской. Мужик, это фрукт такой, его на флюгер во все стороны вертится, ему постоянно в уши дуть надо. Ты вот, мать-одиночка. А у нас, прямо скажем, мужиками поле не усеяно. Так что, это дело на самотек бросать нельзя. Есть, короче, у меня одна идея. Хорошо. Татьяна! А мне девки сказали, у тебя с Малаховой все в намази, принцессой будешь ходить. Ох, дело! Слушай, Петр-то, говорят, утешился с журеткой в собачье дело не хитрое. Никитична, что? У вас когда рабочий день закончился? Закончился? Ну так и закончился. А ты чего? Ты что это со мной как неродной-то? Я же тебе добра желаю. Стой, стой. Ты это, кора без злоцмана, что анекдот без боцмана. Поняла? Ты вот в своих мечтах плаваешь, а люди реальной жизнью живут. За ними глаз да глаз нужен. Ты, между прочим, береги своего Малахова-то, за таким принцем. Знаешь, сколько невест охотится? О! Спасибо. Думаешь, слушать не хочет. Ой, Тань, а ты чего вернулась? Рабочий день-то закончился. Да, мне поработать надо за компьютером твоим. Да? Ну ладно, садись. Спасибо. Мне уже пора. А ты скоро вообще жить сюда переедешь. Ну да. Скажи, а Лариска ушла? Давно. Да? Нюш, скажи, а у тебя есть договоры по кредитам и поставкам оборудования, которые Лариска подписывала? Есть. Только ей ничего не говори. Я все на флешке сохраняла. А можешь мне дать? Я домой сбегаю, принесу. Все, жду. А-а-а-а. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты… Угу. И я… Чё пришёл? Скажи, а ты зачем меня из себя изводишь? Я? Ты? Не, ну признайся, что боишься. Кого? Себя? Почему меня? Себя? Ты себя боишься? Построила себе жизнь, как дом без окон. А только люди-то снаружи живые. Ну тебе в чем-то с ними страшно? Ну ты пойми, их как кирпичики-то не разложишь. Ну да. Только я зачем-то тебя в эту свою такую жизнь впустила. А, ты меня впустила в жизнь свою, да? Да. Очень интересно. А куда? На экскурсию, что ли? Тебе ж принципы твои дороже любви. Не, ну может я дурак, ну а ты-то? Ты хотя бы попыталась меня понять? Нет. В клеточки я твои не вписусь. Очень интересно. А кого ж ты под эти клеточки подгонять-то собираешься, а? Может, малыш? Ты что? А это не твое дело. Кого я собираюсь и куда подгонять. Понял? Ты что сюда пришел? Обвинять меня, да? Ты у нас весь такой сложный. Это я такая простая и квадратная, да? Тебя никто понять не хочет. А меня понимать-то и не надо. Только кажется, это ты у нас. Каждой печке пристроиться-то пытаешься. Нет? Я? Да. У печки. У печки. Вот так, да? Да вот так, да. Ой, я, кажется, не вовремя. Нюш, подожди. Мы с Петром Глебовичем закончили наш разговор. Ай. Закончили наш разговор. Тань, ты чего его? Ничего. О любви пришел поговорить. И как? Ну, видишь, отлично, поговорили. Флешку дай. Ну, давай. Петя. Доброе утро. Петя, я тебе пирожков принесла. Петя. Где же она? Доброе. Я пирожков вам принесла. Мы с Катей... А есть некому. Да? Да. Ух ты. Спасибо. А у Катюши сегодня день рождения. Придешь поздравить Катю? Конечно. Ну, ты здорово. Она всегда очень скучает по тебе. Ну, как Катюхе-то отказать? Ну, тогда до вечера. Угу. Валерий Петрович, вы зачем нас обманули? В чем я вас обманул? Да вы навязали нам эти кредиты, когда обещали, что мы построим на свои деньги завод. А потом выясняется, что все эти деньги Лариска перевела на никому неизвестные фирмы. И, между прочим, это ей посоветовала ваш Кушкин. Я все выяснила. Просрочка по поставкам оборудования пять дней. Вы понимаете это? Я сегодня попыталась дозвониться хоть до одной конторы. Дозвонилась. Там взяла лангаш трубку и сказала, что это квартира. Алло. Алло, Кирилл. Что там с заводом происходит? Я все выясню, вам перезвоню. Выясните, пожалуйста. Да. Лучше трубку возьми. Что происходит? Еще раз мне объясни. Почему так это? Меняюсь. Товарищи, общее собрание объявляется открытым. Товарищи, я повинуться должна. Продала нас с потрохами, а теперь повиниться хочет. Да обманули они меня, эти миллионеры. Мы ж люди простые. Мы же и шахермахеров-то не понимаем. Не придуривайся. Десять лет отработала главбухом и не понимает, что такое шахермахер. Не заливай нам баки. Товарищи, ситуация у нас непростая. Вы доверили нам, правлению, принимать непростые решения, касающиеся жизни нашего колхоза. После того, что случилось, колхозу необходим новый председатель. И мы хотим с вами посоветоваться. Мы ставим на обсуждение кандидатуру товарища Челенко. Вы позволите? Убырь главный пожаловал. Слово предоставляется товарищу Малахову. Я долго занимать не буду ваше время. Объясню все просто. Случилось вот что. Ситуация, я думаю, вам знакома. У меня заняли деньги. Ну, а деньги, естественно, пропили. Может, это я пропил? Да, елка. Ты за всю жизнь столько не пропьешь. Их украл. У меня мой помощник Кузькин. Деньги ваш председатель перевела на фирмы-однодневки, которую он ей посоветовал. Кузькин сейчас в бегах. Обманули и вас, и меня. И выхода из этой ситуации только два. Первый. Разорить колхоз. Ну? А чем сердце-то успокоится? Второй выход. Только вместе. Продолжать строить завод. Не построив его, я потеряю намного больше денег, чем сейчас. А подвох-то в чем? Подвоха здесь нет. В любом деле должен быть хозяин. А у вас тут, я посмотрю, без Николая Петровича, не порядок, а бардак. Вы уж простите, я, человек прямой, юлить не буду. Но работать с товарищем Челенко я не собираюсь. Ловить рыбу в мутной воде, это на самом деле не про меня. Хотите работать со мной, выбирайте другого председателя. Я предлагаю товарища Петрунину. Закрытый. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, собрание объявляется закрытым, правление удаляется на совещание. Садись за стол. Мам, собрание закончилось? Чего ж умели? Девочки с этим собранием никак застуть не могли. Председателя выбирали. А у нас же Лариса Игнатьевна председатель. Никакой она не председатель. Проворовалась она. Так, ты ужинала? Да. Тогда быстро на горшок и спать. Но, мам, я дяди Петя посидеть хочу. Дядя Петя посидит, а ты полежишь. Самодеятельность всем нужна. Это водители всем нужны. Приехали в крепкий колхоз. Не-не-не, мне на работу рано, я не буду. По чуть-чуть. Сегодня день такой нервный, странный. А что теперь будет? Петь, я же не знаю. Так нервничаю, прям переживаю. Николай Петрович, он хотя бы понимал, что людей культурно развивать надо. Давай. Ты какой-то прям напряженный. Я сама не своя. За нас. Спасибо, милый. Я так счастлива. Это была волшебная ночь. Угу. Петя! Петя! Я бутербродов тебе сделала. Оу. Да. Я не знаю. Я знаю. Таня, доброе утро! Что это вы здесь делаете? Доброе утро! Я территорию обхожу! А вы что, ни свет, ни заря? Железно, да ковач! Пока горячо! Садитесь, до правления подвезу! Спасибо! А что это вы вчера устроили, даже со мной не поговорив? Думаете, что все будут плясать под вашу дудку? Под мою не будут, а под вашу будут! Значит, под мою? Под вашу дудку и я спляшу! Хорошо! Тогда так! Кузькин с Лариской так увлеклись, что забыли отписать вам землю! Я хочу пересмотреть с вами это соглашение, но чтобы было все честно, я говорю вам об этом сейчас! Это как пересмотреть? Я предлагаю вам на два гектара больше, но заболоченной земли, там виды даже лучше! Но придется осушить! По деньгам я прикинула, вы не особо потеряете, но... Зато колхоз не в убытке, сами мы не справимся, а вам ближе к дороге! Да вы просто шантажистка! Если не хотите, тогда работайте с Лариской! Тань, тут история простая! Я с этим варьем дело иметь не буду! Хотите бросить на них колхоз? Так и скажите! Я развернусь и уеду! Ну, потеряю деньги! Зато нервы сберегу! А вот если вы хотите восстанавливать хозяйство, так это нам по пути! Бросить я не хочу! Но спасать огрызки тоже! Давайте сделаем так, чтобы всем было выгодно! Такую политику я понимаю! А что, у нас есть какой-то другой выход? А что, если он нас следователей натравит? А они поглубже копнут! Всем здрасте! Добрый! Добрый! Татьяна, мы тут посовещались, мы решили предложить тебе работу председателя. Ты человек опытный, пользуешься доверием коллектива, но и наша поддержка. Я согласна! Ну вот и прекрасно! Но с одним условием! Говори! Перевыборы всего правления! Говори! Девушки отдыхают Здравствуй, Федоровна Здравствуй, Никитична Никитична, имей совесть Девку как сгладили, отца потеряла Защитить ее некому А вы там все масло в огонь подливаете Все Костя никак не перемоет Да что ты, что ты, Федоровна Мы сами за нее все переживаем Это же это, Жульета сволочь Испортила твоя Татьяна Ну ничего, у нее теперь богатый есть А вот и нам Че-то перепадет Не дождетесь, да отстань ты Да, Татьяна Николаевна Сколько раз я тебе говорила Не называй меня Татьяна Николаевна Из района звонили И что? Вызывай бумаги, согласовать Говорят, сегодня может принять Так, быстро вызывай машину Быстро, быстро Все у нас с тобой шиворот на выворот получается У нас с тобой получаться нечему У тебя своя жизнь, а у меня своя Я просто хотел тебе объяснить Что у нас с Жульетой Да меня не волнует, что у вас там с Жульетой Это твоя личная жизнь Я на работе И приемы по личным вопросам Сейчас не веду Вот ты как заговорила Да Начальницу включила? Включила, да Я... Тань, ну что ты, восемь из два, что ли, тебе? Ну давай Так Ой, красота Первый день рождения без папы Я открою От Малахова привезли От кого? От Малахова? Спасибо Тань, ты чего? Ничего Тань, ты чего? Да ничего Ты чего, Тань? Люблю я его Малахова? Да какого Малахова? Петра люблю Господи 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 Ой, Господи Господи Ты добра Господи Добрый день Спасибо большое Спасибо Ой, какой смешной Ой, дожди, моя родная Спасибо Спасибо, Маграмовная Проходите Мамонечка, рассаживай всех Вау, какие цветочки Дай угадай от кого Угадала Таня, не упусти свой шанс Малахова срочно крутить надо Интересно, это почему же? Что-то случилось? Чего? Петр на жильетке женится Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Татьяна Николаевна Здравствуйте 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 Добрый день Здравствуйте Здорово, Никитична Здорово Ну чё? Чего? Рука на пульсе колхозной жизни. Пульс-то бьется. Доброе утро. Доброе утро. Нюшенька, через пять минут у меня. Да? Планы работы на сегодня. Прием по личным вопросам, документы на подпись, сантехник запил, из банка звонили, на завод творожную линию завезли. Молодец. Тебя так скоро к тебе Малахов помощница заберет. Правда? А ты так легко меня бросишь? Я думала, мы с тобой... Никто тебя никуда не отпустит. А ты что за очки напялила? Я в фейсбуке выложила фотку в очках. А он меня лайкнул. Кто он? Летчик. Здравствуйте, Страя. Здравствуйте. Доброго здоровьица. Здравствуйте. День добрый. Годы ты. Годы ты. Ладно, принесу потом на площади. Ладно, спасибо. Здравствуй, Джульетта. Здравствуйте. Ну, как жизнь молодая? Вот, решили после свадьбы всей семьей в Египет махнуть. Ух ты, египетская сила. А жених-то и че? Жених работает. На свадьбу копит. А что так газуете-то? До свадьб ниней? До свадьбы, ого-го. Просто Петр, мужчина порядочный. Ага. Угу. Пойдем, дочка. Ты чего? Тань, тут это, на прием к тебе... Тань, тут светение особенно буйное. Кто? Гришка. Гриша? Ну, зови. И ты че, его примешь? А что ты предлагаешь мне с ним делать? Ну, не знаю. Я бы его хоть пургеном напоила. Их побегал бы он у меня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуй. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Че пришел? Вернуться хочу. Куда? В деревню. Ты ж всю жизнь мечтал в городе жить. Да не мое это. Права-то было. Не надо было мне из деревни уезжать. Там люди по-другому живут. Не понимаю я там уж ни суеты. Бросила, что ли? Изменила. Перед свадьбой. А ты не стерпел? Да. Ну, хорошо. Возвращайся. Ты что, меня простишь? Ну, ты же водителем собираешься вернуться? Я надеюсь, не женихом? Водителем. Ну? Надо придумать только, куда тебя устроить. Потому что сейчас на УАЗике у нас Петр. Он с ним хорошо справляется. Давай-ка на молокозавод. Нам там водитель для грузовика нужен. Ага. Спасибо. Так это что, не шутка? Ты на самом деле меня простишь? Я думал, ты отыграешь из-за все. Гриш, мне сейчас не до мести. А все остальное у меня и так уже есть. Спасибо тебе. Ты изменилась. Да это не я изменилась, а жизнь. Так это, ты часто поливаешь гераль, а то она у тебя совсем засохла. Я на стройку. Через пару часов вернусь. Че, Николаевна, когда завод-то запустим? Как только так сразу, Никитична. До свидания, Гриш. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. Че, Нана, насчет Петра-то? А че? Ничего. У ней вода че. Малахов. Видный мужчина. Уж кто-кто, Татьяна Николаевна свое счастье заслужила. Не знаю. Я в эти парочки не верю. Это вы про кого? Да про всех. Да про всех. Ну как? Отлично. Вам как? Здорово. Не разочарованы? Я? Я очарован. Да. Татьяна, можно вас сюда на минуту? На одну минуту. Сюда. Ну, пожалуйста. Ну... Что? Таня, закрой глаза. Зачем? Ну, закройте. Тань, будьте моей женой. Не, ну... Вы сразу, может, не отвечаете. Мне надо подумать. Простите. Ну, тогда до завтра. До завтра. Катюш, а ты чего одна гуляешь? Не одна, а с Мухой. Мама с дядей Петей в город за свадебным платьем поехала, а меня не взяла. Федоровна, слушай, ну, к твоей Татьяне тоже не подъехать, а ты знать должна. Ну, я знаю, как ты, а я должна сигнализировать. Вот что еще? Что случилось? Что случилось? Тань, ну, ты поела? Да, как-то... Я бы спать лучше. Уже бы пошла. Тань, а ты знаешь, что Петр не у Джульетки живет, а у себя в общежитии? Мам, не начинай. А я скажу, скажу тебе дурищей эдакой, что не все так просто. А это у мужчин все сложно. А у меня все просто. Либо черное, либо белое. Все. А ты пошла бы поговорила бы с ним. Ну, что ты, счастье свое намеренно этой стерве, что ли, просто так подарить, а? Ну, где твоя смелость? Или ее только на колхоз хватает? Да ты же сильная. Когда Вася погиб, ты же сама его забирать поехала. Мама, не надо. Да отец еще сказал, вот характер. Ну, а что сейчас-то ты? Чего ты сейчас-то испугалась, а? Петя, слава богу, жив. Ну, что тебе сил-то не хватает пойти поговорить с ним, а? Малахов? Угу. Угу. Добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит колхоз Родина, председатель Петрунина Татьяна Николаевна. Скажите, а когда придет наша... Перезвоню. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте, Валерий Петрович. Я тут проезжал мимо и не мог не заехать. Это вам. Спасибо. Хорошего дня. И вам. Валерий Петрович. Да нет, ничего. Цветочки в вазу поставлю. Какой мужчина. Может, он еще и готовить умеет? Так, брысь отсюда, чтобы через полчаса были отчеты. Здорово. Рабочим. Здравия, видали. Григорий. Петр. Я тут до тебя работал. Слыхал, наверное? Ага. Это я ее тогда бросил. Ну, а ко мне еще пришел? Слыхал, что и ты ее бросил. Только вот, что я тебе скажу. Танька сильная баба. А я слабину дал. Вовремя не разобрался. Значит, не пора ей. А теперь хочу ей помочь. Не тебе, а ей. Да не бросал я ее. А что тогда? Алло. Родина вызывает. Алло. Оставляешь? Рыжая эта. Увела у нее мужика, а эта сидит и ничего не делает. Здравствуйте. Я перезвоню. Я к Татьяне Николаевне. По какому вопросу? По личному. По личным вопросам прием по четвергам. Татьяна Николаевна, можно к вам? Конечно, заходи. Хорошо. Присаживайся. Я слушаю. Татьяна Николаевна. Ну, давай ты будешь назвать меня так, как раньше. Мы с тобой вроде не ссорились. Ну, вот. А то люди на меня смотрят, как на фашистского захватчика. Ну, ты сама узнаешь, какой у нас народ. Они себе сами кино придумают. Сами его и смотрят. А ежели что не так пошло, то кто виноват? Киномеханик. Да. Кстати, насчет киномеханика. Что у нас там? Я посчитала и подумала, что нам лучше будет купить хороший цифровой проектор. Такой обойдется где-то тысяч в сто пятьдесят. Но таким смогу управлять даже я. Ну, я думаю, что ситуация сейчас это позволяет. Мы, конечно, будем очень скучать по вашей самодеятельности. Но мы взяли второго водителя. И я думаю, что месяц он справится за двоих. Оставьте заявление, я подпишу. Спасибо. Татьяна, я так рада, что ты не держишь на меня зла. Мы вас с Натальей Федоровной будем рады видеть на нашей свадьбе. Приходите обязательно. Обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Муха, иди ко мне. Муха! Муха? Муха, айди мой. Иди сюда. Рядом. Привет. Привет. Что случилось? Да спросить тебя пришло кое о чем. Спрашивай. А ты зачем этот цирк со свадьбы устроил? Не назло, да? Вы же с ней даже не живете. Это что у вас за любовь такая? Ты на работе до ночи пропадаешь. Или тебе не важно, что да с кем. Почему не важно? Но там любви нет. Нет? Петь. Прости меня. Это все моя гордость дурацкая. Меня отец так воспитал. Он всегда говорил, что важнее принципов в жизни ничего нет. А сейчас я понимаю, что моя любовь сильнее и важнее любых принципов. Петь, мне правда не важно. Было у вас что-то, не было. Я дышать без тебя не могу. Жить не могу. Вот. Пришла тебе об этом рассказать. Я тоже без тебя не могу. Но... В общем... Она ждет от меня ребенка. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. У меня хорошая новость. Кузькина задержали. Пытался за границу мыться. А деньги удастся вернуть? Ну, есть такая возможность. И еще. За успешное окончание стройки я выписал премию для всего коллектива. Ура! По этому поводу позвольте вас пригласить сегодня на ужин. Ну, если Нюшка разрешит. Ну, Валерия Петровича человек серьезный, плохого не предложит. Да? Разрешила. Положи в кабинет. Пойдемте. неужше спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Подождите, я хотела бы вам сказать огромное спасибо, но я не могу принять ваше предложение, я знаю, что, наверное, это глупо и за вами я была бы как за каменной стеной, но сердцу не прикажешь, а обманывать вас я не хочу. Как-то так. Таких, как ты, и правды больше нет. Спасибо вам большое. Простите. Дядя Петя, ну ты совсем не умеешь с женщинами обращаться. Катюша, дядя Петя лучше всех умеет обращаться с женщинами, еще почаще бы навещал бы. Петушок, садись к столу ужинать. Я же тебя просил не называть меня так. Петенька, ну мне хочется называть тебя зайчиком, котиком. Просто называй меня Петя, договорились? Хорошо, 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 как скажешь. Катюш, Катенька, дочка, иди погуляй, а нам с дядей Петей надо поговорить. Давай, давай. Катя совсем не мешает. Петь, ты так редко заходишь, а я ведь скучаю. А детям ни к чему слушать взрослые разговоры, да? Ты иди погуляй, а мы здесь с дядей Петей поиграем. Поиграем по очереди. Ну ты же понимаешь, ты кушай, кушай, набирайся сил. Должен же кто-то научить дядю Петю обращаться с женщинами. Катюш, привет. А ты чего опять одна гуляешь? Дядя Петя с мамой все к свадьбе готовятся? Не, мамы все в клубе репетируют, а дети петь у нас редко бывают. Стесняются, наверное. Стесняются? Чего? Он однажды вечером у нас так выпил, его прям с одной рюмки развезло. Мама потом бутылку в раковину выливала и уснул за столом. Мы его еле до кровати дотащили. Такой тяжелый. Мама его потом сама раздевала. Он утром как проснулся, сразу убежал. Даже ночевать у нас больше не соглашался. Но мама говорит, после свадьбы мы вместе жить будем. Четаня, что с вами? Па, все хорошо, Катюш. Все хорошо. Па, все хорошо, Катюш. Ты уж не на свадьбу ли собралась? На свадьбу, мамуль. Даже подарок купила. А ты что, не идешь, что ли? И не подумаю. Чего я там забыла? А что купила-то? Бокалы хрустальные. Чешские. Чешские. Это из МИЕ. Мне для молодых, мамуля, ничего не жалко. Все, я пошла. Не жди, буду дома не скоро. Да лучше бы пошли, бы потанцевали, как все. Здрасте. Здрасте. Давай, не говорите. Борь со мной. Давай, знаешь, что ты делаешь? Давай, вот сейчас. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Борь со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, как Татьяне платье-то идет! Здравствуйте, дорогие мои! Я пришла поздравить вас как председателя, как женщины. Мой отец мне всегда говорил, кто старое помянет, тому глаз вон. Так вот, хочу сказать при всех, чтобы не сплетничали. Джульетта, зла на тебя не держу. Будь счастлива! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти бокалы вам! Спасибо, Гриша. Пусть ваша жизнь будет сладкой. Такой же сладкой, как это шампанское. До дна? Тихо, тихо. Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Горько! 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 Наглая ты. Наглая, но неосторожная. Выпила я, ты не поморщилась? Прости, подруга, обманула я тебя. Отравила. Только он этого стоит. А ты думала, я просто так, вот так тебе все отдам? Не заберешь его на тот свет? Нет. Да? Горько! 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 Вызовите кто-нибудь скорую! Да ладно, расслабьтесь. Не яд это, ослабительное просто. Пусть знает наш. Доктор, ну я знаю, что я поступила по-дурацки. Как она там? Да все хорошо. Промыли желудок, дали таблетки, она уснула. Единственный на ее недуг, это нервное переутомление. Доктор, а для ребенка это не вредно? Для какого ребенка? Ну как, ну при беременности, особенно на ранних сроках, любые лекарства вредны. Где это вы прочитали? В интернете. Ох уж этот интернет. Про ребенка тоже там прочитали? В смысле? Да нет никакого ребенка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Доброе утро. Здравствуйте всем, Нюшка, привет. Татьяна Николаевна, прошу дать мне расчет. Ну, заходи. Зачем ты так со мной поступила? Ты как собака на сене. Разбила мужику сердце, бросила его после тюрьмы-то. А когда я его отогрела, сразу всем отомстила. Да ты не отогрела. Ты обманула. Я за свое счастье готова бороться. Прости. Но я не могла позволить, чтобы человека, которого я люблю, взяли ложью. Так что я тоже боролась за счастье Петра. И где оно теперь? Где оно, это счастье? Дай мне расчет. Я тебя не гоню. Ты хочешь, чтоб я осталась? Я даю тебе возможность остаться. А как на меня теперь люди будут смотреть? Да как поставишь себя, так и будут смотреть. Ты работник хороший. Отец не зря тебя позвал. Да и Катюшу мы все очень любим. Добрый вечер, Танечка. Добрый вечер, Танечка. Здорово, Ники! Ух ты! Добрый вечер,这 кольцо! Ух ты! Ух ты! Ух ты! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пожалуйста. Подожди. Угу. Смелее. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Запускайте, Татьяна! Ну, поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛАДИСМЕНТЫ Здорово, Гаря! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Слушай, ну что же эта с писькой-то творится, а? Да. Эй, румяная, красивая, куда спешишь? Иди сюда. В управление. Никитична, скажи мне, ну вот что вы теперь все обсуждаете-то? Так мы обсуждаем. Долго ли еще Петька в общежитии сидеть-то будет? Он, Гайка-то говорит, он в запой ушел, а Людка говорит, что водку-то он сельпой не покупал. Да Петьку-то нам жалко. Да. Петька в общежитии. 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 Продолжение следует...